Добрый вечер, дорогие отцы, братья, сестры, матушки. Продолжаю с вами изучать лестницу преподобного Иоанна Лесвичника. Степень четвертая о блаженном и престопамятном послушании. Степень самая продолжительная, даже сегодня нам до конца, видимо, не удастся разобрать. Итак, ленивые, когда видят, что им назначают тяжкие дела, тогда покушаются предпочитать им молитву. А если дела служат нелегки, то отбегают от молитвы, как от огня. Ну, в монастырях это бывает заметно, когда некоторые братья не хотят трудиться, то если есть возможность что-то избрать, то если им тяжелые дела какие-то дали, то они говорят, надо помолиться, хочется. А когда дела легкие или их удобно исполнять, их где-то желание есть исполнять, тогда стараются не идти на службу, а бежать на такие дела. Ну, а выход из этого положения, конечно, будет пристрастие к каким-то работам и леность в молитве. Но лучше всегда не выпрашивать то, что благословили, то и делать. Можно высказать, конечно, свое отношение к этому. Допускается один раз сказать, что какие-то препятствия, смущения связаны с этим послушанием. Но все-таки потом, если утвердительно скажут, что надо этим заниматься, то нужно идти и делать за послушанием. Бывает, что проходящее некоторое служение по просьбе другого брата предоставляет он и ему с тем, чтобы его успокоить. Другой оставляет свое служение по лености. Иной опять же не оставляет его по тщеславию, другой же по усердию. На самом деле мы знаем, что Бог целует намерение. То есть очень важно, как человек относится к этому, по какой причине он взялся с этого послушания, по какой причине он его оставляет. В первом случае говорится, что какой-то брат получил определенное послушание, но он знает, что другой брат хотел бы здесь трудиться на этом послушании. И тогда говорит начальнику, что просьба сменить мне послушание. То есть из любви к брату, предпочитая себя брату, он просит оставить, перевести его на другое послушание. Другой случай, казалось бы, внешне он может так же выглядеть. То есть человек, допустим, поставили брата водить автомобиль, и он знает, что другой брат тоже желает водить автомобиль, тогда он уступает ему это послушание. А другой может быть случай, внешне такой же. То есть уходит послушание водителя автомобиля, потому что это долгие дороги, потому что надо рано вставать, чтобы куда-то ехать, нести особую ответственность за автомобиль. То есть один и тот же поступок имеет разные мотивы. Иной опять не оставляет его под тщеславие, другой же по усердию. То есть когда брат сталкивается с трудностями, но он их преодолевает, поскольку тщеславится этим послушанием. А другой усердно трудится, во славу Божию, трудится именно за послушание. Если ты дал обещание жить в какой-нибудь обители или вместе с некоторыми братьями и видишь, что в этой жизни не получаешь душевные пользы, то не отрекайся разлучиться. Впрочем, искусный везде искусен и наоборот. Вообще при принятии пострига дается обещание прибыть в этом монастыре или в том монастыре, в котором будет поручено от святого послушания. То есть если начальство, сочет нужным послать в другой монастырь. Ну, к примеру, есть вот великий старец Варсенуфий Оптинский. Он очень любил Оптину, особенно скид Оптинский. Но ему дали послушание в священначале идти в Голотвин монастырь и восстанавливать там и экономически, и материально, а также духовно восстановить монастырь. Он, конечно, со скорби большой расставался с Оптиной, но в то же время за послушанием пошел заниматься восстановлением монастыря. А здесь говорится, что находишься в монастыре и видишь, что нет душевной пользы, то можно уйти в другой монастырь. Но, опять же, конечно, это надо делать по послушанию. Вот есть такой святой, игумен Феодосий, скетоначальник Оптинский. Про него книга есть, Сергей Нилус написал, называется «Сила Божия. Немость человеческая». Он очень хотел быть монахом, но в мирской жизни долгое время все-таки оставался. Преподобный Макарий Оптинский окормлял его письменно. Ну, иногда и Феодосий приезжал к нему. По-моему, его Феодор звали еще до постыга. Но преподобный Макарий не позволял еще уходить в монастырь. Потом разрешил уйти в монастырь, но не в Оптину после, куда стремился Феодосий. А, по-моему, Лебедянская называется обитель. Но там она была очень расстроена в духовном плане. То есть и очень немощный был игумен. Очень были слабые там порядки. Ну и, конечно, была слабая братья. И из своих письмок Феодосий писал со скорбью об этом положении дел. Но преподобный Макарий все-таки не благословлял ему переход в Оптину пустыню. Но все время писал, истинно говорю тебе, будешь с нами в Оптину. И потом, когда уже очень сильно смирился Феодосий, находясь в этой Лебедянской обители, только тогда его взяли в Оптину пустыню. То есть здесь очень важно, можно высказывать свое мнение духовнику, свои смущения, но как благословить. То есть чтобы все-таки не было самочинного перехода из монастыря в монастырь. Видите, сказано, искусный везде искусен, и наоборот. То есть даже находясь в неустроенной обители, или в нашем случае, где-то, если священник находится на приходе, где, казалось бы, очень тяжело находиться по многим причинам. Но если он искусен, то есть если он умеет встречающееся искушение преодолевать со смирением, самоукорением, то он будет духовно всегда возрастать, где бы ни находился. Господь умудряющий слепцов просвещает очи послушников видеть добродетели их учителя и отемняет их, не видеть недостатков его, а ненавистник добра делает противное сему. То есть говорится, что вот есть послушник и есть его наставник. И Господь по своей милости делает такое, как сказать, производит такое действие, когда послушник не видит недостатков своего учителя. Всегда благорасположен. Конечно, любой наставник не лишен каких-то немощей, но истинный послушник их не замечает. А дьявол, наоборот, старается, чтобы послушник постепенно потерял веру своему наставнику, чтобы отбить его, чтобы послушник потом желательно отошел вообще от наставника, лишился его покровительства, молитв и таким образом погиб. Ну вот, где-то, я не знаю, где-то написано, помню, один архиерей говорил, что сначала послушник смотрит на своего наставника как на ангела, а потом как на демона. Бывает, что дьявол усиляет прям ненависть к наставнику. Что же делать в этом случае? Можно и самому наставнику об этом сказать, обличить дьявола. Но если все-таки не хватает смелости это сделать, то можно другому духовнику, духовному человеку объявить о всем, что есть такие помыслы против наставника. Ну и грамотный духовник скажет, что всему быть – это действие дьявола. Нельзя этому доверять. Превосходный образец повиновения – ртуть. Она спускается ниже всякой жидкости и никогда не смешивается ни с какой нечистотой. Ну, этот металл всем известен, все его видели. Некоторые даже видели, когда он не в градуснике, а разбитый. И действительно, куда бы ни поместили ртуть, всегда она смиряется. То есть ниже всех становится на самом дне и не смешивается ни с какой грязью. Это для нас образец, что всегда надо смиряться и не примешиваться ни с чем. Ревностные наиболее должны внимать себе, чтобы за осуждение ленивых не подвергнуться самим еще большему осуждению. И вот, как я думаю, потому оправдался, что живя последием таких людей, никогда не осуждал. Так, на стадии ошибки. Так. Никогда их не осуждал. Действительно, если с Божьей помощью удается нам творить добрые дела, какие-то совершать серьезные поступки, жить добродетельно, и враг не может в этом смутить человека, то есть не получается расслабить его, вселить в него леность, то он подходит с другой стороны. Старается, чтобы такой человек деятельный стал осуждать других, более таких немощных. И через это, чтобы человек погубил свои труды. Ну вот, нам надо за собой смотреть. Если у нас что-то получается с Божьей помощью, то ни в коем случае нельзя превозноситься над другими, нельзя укорять их, имеется в виду именно с превозношением. Конечно, если мы начальствующие, если подчиненные нам люди нуждаются в каких-то поправках, где-то даже в укоризнах, чтобы трудились, чтобы смирялись, это необходимо делать. Но не гордиться, не тщеславиться тем, что с Божьей помощью нам удается сделать. Всегда о наиболее прессоборном псалмопении должно соблюдать безмолвность и безмятежность, ибо твое намерение у бесов, чтобы смущением и развлечением губить молитву. То, что мы сейчас называем богослужение, в древних книгах зачастую называется соборное псалмопение, в отличие от келейной внутренней Иисусовой молитвы. Ну то есть, можно прочитать так, что когда находимся на службе, надо соблюдать безмолвность и безмятежность. Вы знаете, есть особое место у нас, алтарь, и зачастую пастыри выставляют такое объявление, чтобы люди не разговаривали в храме. Разговаривающим в храме посылаются скорби, это старец Амрусия сказал. Но в алтаре мы себе позволяем разговаривать. Так в алтаре, конечно же, нужно еще строже. И действительно надо соблюдать безмолвность. Ну а безмятежность – это значит не заниматься другими делами, не относящимися непосредственно к службе. То есть, если бес не может отвратить человека от похода в храм на службу, то старается ум его занять чем-то суетным и заставить человека, чтобы он разговаривал в храме или в алтаре. И этим погубил молитву. Послушник – есть тот, кто телом предстоит, людям, а умом ударяет в небеса молитвы. Где-то сказано, что о умной молитве сказано про пророка Моисея, когда он вывел народ из Египта. И уже в погоне была египетский фараон гнался. И тут еврейский народ упирается в море. И тогда вопль был из сердца Моисея. Он устами ничего не говорил, он молчал. Но такая молитва была сильная. Он молился, Господи, Ты для чего вывел нас из Египта? Неужели для того, чтобы мы здесь погибли? Спаси Твоих людей. И настолько была сильная молитва, что Господь сотворяет чудо. И море расходится. Так и послушник. Предстоит телом своим, предстоит людям. Ну, то есть трудится, таскает кирпичи, или пасет коров, или на огороде трудится. Вроде так среди людей. Но умом своим не суетится, а все время творит молитву Иисусова умом. Есть очень редкие послушания, при которых сложнее молиться. А так, в основном, труды не препятствуют держать ум в молитве. Обычно такие простые работы, и поэтому можем в это же время и молиться. Досады, уничижения и все подобные случаи – полынная горечь. А похвалы, честь и отобрение – это мед. Но рассмотрим, какое свойство того и другого. Полыння очищает всякую внутреннюю нечистоту, а мед обыкновенно умножает желчь. То есть говорится, что нелегко терпеть досады и уничижения, и всякие такие скорби, оскорбления – нелегко терпеть. Но это необходимо для того, чтобы наше сердце очищалось от греховных навыков, от страстей и становилось чистым, для того, чтобы соделаться обителю Святой Троицы. А если мы слышим свой адрес похвалы, честь, одобрение, нас все хвалят, все уважают, вроде, казалось бы, приятно нам, но это нас не очищает зачастую, а наоборот, может развивать тщеславие, может отдалять от Бога. Ну, конечно, то и другое бывает, случается и мимо нашей воли. Но если похвалы, честь и одобрение мы слышим, то все-таки внутренне надо смиряться, внутренне вспоминать свои грехи. И так же самое, когда оскорбление, тоже вспоминать свои грехи, понимать свое страстное состояние и молить Бога о чистоте. То есть универсальное средство – все принимать со смирением и самоукорение, когда будем получать пользу от всего. Признак истинной веры в том состоит, чтобы без сомнения покоряться повелевающим, даже тогда, когда мы видим, что повеления их противны нашим ожиданиям. Здесь бывает такая дилемма, и некоторые спрашивают, надо ли служить начальству, есть ли какие-то указания, которые не принимает наша душа, и есть сомнения, воля Божия это или нет. Но раньше проще было, в те времена, когда жил Иоанн Лесичник, зачастую наставники были людьми святыми. Скажем, вот у Авы Дорофея наставники, Иоанн и в Арсануфе, над ними видели сияние, это великие старцы, и там было меньше сомнений в их поручениях. А сейчас, даже во времена 100-го Игнатия Бринчанинова, уже надо было размышлять, исполнять или нет. Но в частности, вот он советует, ссылаясь на преподобного Нила Сорского, смотреть поручения нашего наставника, согласны ли со святым Евангелием и с учениями святых отцов. Ну, только надо там пишется со смирением просмотреть, аккуратно к этому подойти, потому что враг может вселить недоверие к духовнику. И если мы увидим, что не совсем это по евангельскому духу, то очень кротко нужно уточнить у наставника, что, батюшка, можно вот так действительно, что-то у меня смущение, по Евангелию ли будет такой поступок. И тогда услышать поучение и либо утвердиться в одном, либо в другом. Если что, можно еще с кем-то из духовных людей посоветоваться, то есть послушание без рассуждения, что Игнатий говорит, это уже нашему времени не дано. То есть все-таки надо еще самому размысливать, из-за того, что наставники зачастую не святые люди. Но мы с вами пастыри, и нам приходится, мы уже даем послушание, мы даем поручение, и, конечно, надо смотреть, чтобы наши поручения соответствовали Божьей воле, соответствовали Духу Евангельскому, чтобы не смущать такими поручениями двойственными, двусмысленными, не смущать пасту, стараться, чтобы все было в Духе Евангелия. Можно сразу, при первом же объявлении этого послушания, поручения, сразу объяснить, разъяснить, чтобы человек принял это всем сердцем. От послушания рождается смирение, от смирения рассуждение, а потом рассмотрение и прозрение. Ну, это практически прозорливость уже. Это мы увидим на примере оптинских старцев, когда каждый из них, еще будучи учеником, нес послушание, смирялся, потом получал дар рассуждения, дар рассмотрения, это развлечение духов, то есть, где добро, где зло, и потом получал дар прозорливости. Значит, что такое смирение? Это примирение с Богом. Это видение воли Божьей и исполнение этой воли. Это мир сердца, мир с Богом. Поэтому, конечно, потом дается благодать и с ней такие дары, как рассуждение, рассмотрение, прозрение. Кто же не пожелает идти добрым путем послушания, видя, что от него проистекают такие блага? Ну, тут такой риторический вопрос. Что если человек убедился, увидел, уверовал, что от послушания рождается смирение и всякие дары Божьи, то, конечно, человек будет желать исполнять послушание. Ну, и на самом деле, и в наше время, в благоустроенных монастырях, когда люди исполняют послушание, то действительно, ну, видел я людей, которые действительно смирены, смиряются, и так вот достигают таких, ну, не скажу прям святостей, да, но на таких людей умиление смотреть, как они живут по Божьей воле. Во всю жизнь твою не забывай того великого подвижника, который в продолжение целых 18 лет телесными ушами не слыхал от наставника своего всего привета, спасайся, но внутренне имеем, ежедневно слышал от самого Господа ни слова спасайся, которое выражает одно желание еще и неизвестность, но ты спасен, что уже определительно и несомненно. Видимо, это одна из историй из Отечника, в которой говорится, ученик слышал от Господа ты спасен. Сейчас я вспомню, в Отечнике есть такой случай, сейчас вспомню, старец один имел послушника в течение долгого времени, здесь написано 18 лет, послушник служил ему, и, конечно, мы с вами говорим, спаси Господи, мы желаем друг другу спасения, так же и старец говорил ему, но потом, когда уже старец приблизился к смерти и увидел, что послушник усердно служит ему все это время и получил старец откровение от Бога. Позвал однажды своего послушника и говорит, ты спасен, ты спасен. Послушание есть отвержение лицемерия и собственного желания. Такая великая добродетель послушания, когда человек совершенно прост становится, совершенно искренен, он полностью раскрыт для своего духовного отца и уже не имеет своего желания. Вот, опять, если вспомнить взаимоотношения между оптинскими старцами, то отмечают современники, что это как будто было два тела с одной душой, настолько единомысли, настолько откровенность, настолько простота, то есть очевидно была святость. Иной, получив повеление и понимая при том мысль повелевшего, что исполнение приказания не будет ему угодно, оставил он и, а другой, хотя и понимал это, но и исполнил приказание без сомнения. Кто из них благочестивее поступил? но тут не совсем понятно, про кого идет речь, понятно, что есть наставник и ученик, так вот один из учеников, получив повеление, понимая, что этим желает наставник, что исполнение приказания не будет ему угодно. Вот слово ему тут не всем понятно сложно столковать. Не будет ему угодно. но мысль я вижу такую, что два ученика видели, ну, пример, два ученика получили приказание от наставника и один без размышления исполнил, без всякого сомнения, а другой не пожелал это исполнить, потому что исполнение этого послушания не будет ему угодно, пока не могу растолковать, надо будет почитать, еще подробнее, может быть, где-то пояснение найду, пока не могу. Когда мы, живя в каком-нибудь месте, бываем боримы переходы на другое, то брань эта да будет для нас указанием нашего благоугождения Богу на том месте, ибо когда бываем боримы, то это значит, что мы противоборствуем. Вот в одном из предыдущих пунктов говорится, что если мы видим, что не полезно в этом месте пребывать, то можно и перейти в другое место. А здесь говорится, что может мысль такая быть, что не полезно здесь быть, но это наоборот может означать, что враг борется, чтобы мы перешли, на самом деле нам здесь полезно. Но в обоих случаях, как я ранее говорил, самое лучшее решение это открыть эти помыслы своему наставнику, отцу духовному и уже исполнить по его совету. Тогда мы никогда не ошибемся. На этом сегодня мы закончим. до сих пор до сих пор до сих пор Продолжение следует...